Генеральный партнер информационного канала «Город» – фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Шикарная мебель любой сложности. Детские, гостиные, спальни. Фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Лепсия 12. На театральной площади подняли алые паруса. В минувшие выходные в рамках гастрольного тура Пермский театр показал кировчанам знаменитую романтическую историю Александра Грина. Для того, чтобы зрители увидели спектакль во всей красе, два дня на театральной площади устанавливали сцену и звук. С собой пермики привезли шесть фур оборудования, несколько тонн декораций и всю театральную труппу. И Олега Солапова побывала на спектакле. Для того, чтобы это мероприятие состоялось, еще в пятницу на театральную площадь привезли сцену. Кстати говоря, на этой сцене выступала группа ДДТ и город 312. Пермский театр-театр начал монтировать свет и звук в 9 часов утра. Закончили лишь вечером. Стоит отметить, что с собой они привезли шесть фур оборудования, ну и несколько тонн декораций. Звук – это основа спектакля «Алые паруса под открытым небом». Внизу сцены построили отдельное ложе для оркестра, который тоже приехал из Перми. Скрипки, клавишные, барабаны – столько музыкантов театральной площади еще и не видела. На сцене для артистов установили многометровый экран. В первую очередь он нужен для трансляции, чтобы все зрители площади смогли увидеть действо на сцене. «Алые паруса» – один из самых масштабных спектаклей в репертуаре Пермского театра. Для того, чтобы зрители увидели мюзикл в оригинальном виде, приехала вся театральная труппа. В общей сложности около ста человек задействованы в постановке. Только главную героиню «Ассоль» играет три актрисы, плюс детский состав актеров и балет. «Спектакль на открытом воздухе – это что-то. Меня сегодня будут переполнять какие-то невероятные эмоции, мандраж, нервы. Потому что для меня спектакль на открытом воздухе, на такой площадке, в очень близком и любимом мне Кирове, я здесь тоже очень много бывал, для меня такой экзамен». «Первый корабль мы сделали с тобой давным-давно, когда тебе исполнился только вот маленькая неуклюжая яхточка. Она неуверенно держалась на волнах, так как же хозяйка на своих ногах, но она тебе так понравилась, что через год мы сделали ей игрушка». Так как спектакль под открытым небом, к своему выходу артисты готовились заранее. Красились, переодевались в театре за полчаса до начала. За импровизированными кулисами все герои стояли уже готовы выйти на сцену. На спектакль пришли тысячи кировчан. Постановку «Алые паруса» во второй раз показывают вне театральных стен. «В Губахе фестиваль, называется «Паруса на закате», мы играли этот же спектакль, и фоном был закат естественный, гора роскошная совершенно. И этот опыт мы пережили в прошлом году. Ну, это восхитительно на самом деле. Но потом это все-таки мюзикл, это же не драматическая история. И поэтому песни, вот яркое вот это выражение, и когда еще такая толпа народу, и, естественно, и звук, который умножился столько раз, ну, это восхитительно. «Алые паруса» – это не просто постановка, это мюзикл. На второй план уходят декорации, если присмотреться, то на сцене их практически и нет. Миниатюрные корабли в качестве реквизита и одна подвижная конструкция – трансформер, которая выполняет роль корабля. В репертуаре «Пермяков» есть еще одна версия «Алых парусов», та, которая получила золотую маску. Там есть декорация, правда, она тоже, то, что мы будем показывать завтра, она не в полном, что ли, объеме, потому что у вас в театре нет таких технических возможностей. Мы уже подстроились под ваши технические возможности. Вот, в нашем театре это, ну, еще вот, наши возможности позволяют сделать это еще более окрасочным. Изначально спектакль под открытым небом должны были показывать на Октябрьском проспекте. Но в итоге «Алые паруса» распустили на театральной площади. Поменять место пришлось из-за выпускников. Именно они заходили увидеть спектакль в центре города. По словам художественного руководителя и автора постановки Бориса Мильграма, показать «Алые паруса на родине» Александра Грина – большая честь не только для него, но и для всего театра. Больше трех тысяч человек в минувшую субботу смогли окунуться в мир романтики. Юлия Косолапова, Игорь Волосков, информационный канал «Город».